МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Дербенском районе Газель столкнулась с Ладой Приорой, после чего опрокинулась и сбила на обочине дороги пожилую женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия, а пассажир легкового автомобиля в карете скорой помощи по пути в больницу. В пригороде Махачхалы ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и врезался в грузовой ситрак, в результате которого погиб водитель первой машины. А в Буйнакске пожарная машина «Урал» задела Ладу Гранту, в которой находилась 18-летняя местная жительница. Она также получила травмы, несовместимые с жизнью. Девять человек, в том числе и пятеро детей, накануне отравились угарным газом в Каспийске. Об этом сообщает Минздрав Дагестана. Отравившихся экстренно доставили в центральную городскую больницу. Сейчас жизни пациентов ничего не угрожает, их состояние оценивается как удовлетворительное. В администрации города уточнили, что причина произошедшего заключается в нарушении техники безопасности при установке газового оборудования. Прокуратура республики организовала проверку по данному факту, а председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело. Дагестан в числе лидеров в России по низкому уровню преступности. В минувшем году в республике зарегистрировали 43 преступления на 10 тысяч граждан. Такие данные приводит РИА Новости. Возглавили рейтинг и две северокавказские республики – Чечня и Ингушетия. Самыми неблагополучными названы республики Коми, Карелия и Алтай. Что, по мнению жителей Махачкалы, влияет на низкий уровень преступности в Дагестане, наши корреспонденты решили узнать на улицах столицы. Мы проводим социологический опрос. Вышла информация о том, что в Дагестане самая низкая преступность по всей России. Согласны ли вы с этим утверждением? Как думаете, почему все-таки? Потому что здесь слишком много... И я этому и рад, что люди, которые молодые верят, они уверены, уважают своих родителей, обожают маленьких. И пример пока. Своим примером они показывают пример, что здесь, кроме того, нарушать закон, еще большой грех, все совершили правонарушение. Традиция и религия оказывают большое значение, чтобы, как вы сказали, меньше преступности. Менталитет другой, это воспитывает по-другому. И с другой стороны религия тоже влияет на людей с хорошей стороны. Я не знаю, я первый год здесь, поэтому я здесь еще не освоилась. А, а вы куда приехали? Я из Москвы приехала. А может, если сравнить, менталитет может быть разный? Ну, вообще, абсолютно разный. Там более люди спокойные, там более уважительные относятся друг к другу, чем нежели здесь. Но все-таки преступность больше, по статистике. Честно, я не знаю статистику, поэтому не могу отыскать. То есть вы все-таки считаете, что здесь менее беспокойно, чем в Москве? Да. Я так считаю. Да, спасибо. Я раз в неделю посвящаю тюрьму строгого режима Шамхал. Я хожу по разным локациям, реабилитационные центры, и я могу с уверенностью сказать, что это так и есть. То есть... Даже заключенные в тюрьме намаз не пропускают. Даже они верят, что смогут исправиться, и они раскаиваются за свои идеи от твоих. Преступность – это вера человека, я думаю. Если у человека максимальная такая вера, что он убежден, что Всевышний за ним наблюдает, это всегда будет сдерживающим фактором. А если человек позволяет себе все и считает себя королем жизни, то тогда его уже даже тюрьма не остановит. То есть мало ли у нас преступлений, чем сравнительно в других регионах, как вы считаете? В последнее время, наверное, да. Поменьше? Конечно, поменьше. Раньше побольше было? Ну, даже. Это без разговора. Даже вспоминать не хочется. Да, конечно. Многие живуты идут. А как вы считаете, с чем это связано, что он с низкой преступности теперь? Люди изменились? Нет, наверное, верхушку убрали. Нужно. Все-таки в смене власти вы видите, что мало преступления. Ну, она же закончилась после этого. У нас люди, в принципе, очень добрые. Они, наоборот, защищают. Я не знаю, это очень редкость. Огромная, мне кажется. У нас вообще, в принципе, религиозный народ. Из крова остались более 20 человек. На помощь откликнулись люди из разных уголков Дагестана. Подробнее в сюжете Хамзу Нурмагомедова. Под утро 7 января пожар внезапно охватил несколько домов в горном селе Ассаб Шамильского района. Первые потрескивания огня чудом услышал ребенок. Огонь за считанные часы повредил практически все помещения, пригодные для проживания. Без крова остались 7 семей одного большого тухума – Гасановых. Когда мы проснулись, я увидел небольшой огонь. И чтобы его потушить, я поспешил в ванную набрать воды. И оттуда я увидел, как навстречу мне движется огромное пламя. Мы с женой выбежали из дома. Затем я разбудил брата и позвонил соседу. На помощь в тот же день откликнулись односельчане. На следующие дни в Ассаб Джаматаме приезжали из соседних сел и районов. Пять-шесть сел здесь было уже на следующий день. С других сел, администрации, имаме сел звонили. Нам сегодня приехать, когда приехать, чтобы успеть. И здесь, конечно, отказывали. Конечно, здесь много народа было, где-то человек 150-200 на следующий день. Какую работу делали? Основную здесь разбирали сверху. Мусор убирали здесь. Что можно было здесь освободить, освобождали доски здесь по соседству, которая была. А что здесь внутри было, ничего не успели. А вокруг, который был, все отдаляли от огня, можно сказать. А здесь все, когда разрушалось, мусор мы перекидывали в разные стороны. И на следующий день тоже вот этот очаг был, горячий был это все. И мы боялись, что соседям тоже, чтобы это не распространялось. Вот на следующий день я на своем грузовике отсюда мусор вывозил. Вот подальше. И вот даже кузову в машине было еще горячее. Люди помогали не только физически, но и материально. Благотворительный фонд «Инсант» по Шамильскому району обеял сбор средств. И за короткое время удалось собрать почти 10 миллионов рублей. Каждой семье вручили сертификат и сумму в 1 миллион 403 тысячи рублей. Вот когда произошла эта трагедия, этот пожар, конечно, все переживали, все смотрели, следили. И самое главное, то, что никто не пострадал. Вот это самое главное. А то, что материальный ущерб, это мы, как фонд «Инсант» помогали, помогаем и будем помогать всем. И, конечно, большое спасибо всем жителям, всем сельчанам. Даже соседние районы, кто подключились, вот так вот быстро, дружно собрали эту сумму. И сегодня мы передадим эти деньги. И, конечно, пожелаем, чтобы быстро все восстановили, чтобы опять все заехали, жили. И еще раз Баркова всем, кто участвовал в этом сборе. Которые нету, наверное, селу, наши сына, которые же Махатум сюда не приехали, помогать работать тоже. Даже с Хунзасского района, Гацатль приехали. Это Ахатль, чей-то село Ахатль. Оттуда приехали. Очень много людей поехали. Мы очень благодарны. То есть огромная сумма, помощь им, огромная сумма. Мы же знаем, что в селе содержать скот и выживать – это очень трудное дело. Вот так они жили. Для них это большая сумма. Они сами строили этот дом. Своими руками строили дом. Помогали тоже, наверное, строили. Очень трудолюбие ребята тоже. Да, Аллах, чтобы никто не видел такой горы. Погорельцы с трудом сдерживали эмоции. Эти средства окажут существенную помощь в восстановлении их жилья. Да благословит вас Аллах. Пусть Всевышний будет доволен вами за то, что помогли нам. Видя такую поддержку со стороны людей, мы забыли про своё горе. Потихоньку с помощью Джамата мы уже восстанавливаем дома. Идёт заливка бетона. Полученной суммы более чем достаточно для восстановления жилья. Пусть Всевышний будет доволен вами. Фонд Инсан оказал огромную помощь. Даже неудобно перед людьми. В Махачкале открылась традиционная выставка изобразительного искусства в рамках республиканского арт-проекта «Самородки». Свои работы на ней представят 27 талантливых художников из разных городов и районов Дагестана. В среди них учителя, врачи, юристы, архитекторы. И все они талантливые живописцы. Я представляю 14 своих работ. Под названием, я назвал серию «Перебирая камни». Идея исполнения этих работ у меня возникла в момент, когда я каждое утро хожу на море встречать рассветы. И как-то прогуливаясь, обратил внимание на камни. Сидел, задумался, перебирал камни. И поэтому назвал я эту серию «Перебирая камни». Отметим, что выставка проходит в Доме народного творчества и продлится до 30 января. Проект существует с 2012 года. Благодаря ему более 50 художников-любителей и мастеров декоративно-прикладного искусства получили возможность заявить о себе. Накануне духовный лидер Дагестана, шейх Ахмад Афанди, встретился с делегацией из Кизляра и Кизлярского района. Среди гостей были религиозные и государственные деятели, старейшины и общественники. Они выразили слова благодарности в адрес Муфтиата Республики за ту просветительскую работу, которую проводит духовенство на местах. Мы людям почему помогаем? Потому что они рабы Всевышнего Аллаха. Завтра он может стать чем-то сто раз лучше, чем мы. Мы им помогаем ради того, что они творение Всевышнего. Трое воспитанников дагестанской школы бокса завоевали золотые медали на Кубке России в Самаре. На турнир съехались более ста спортсменов. Это практически все сильнейшие представители отечественного бокса. Отличиться удалось Хасмагомеду Джаватханову, Джамбулату Бижамову и Рамазану Ханапиеву. Последние двое представляли Тульскую область и Санкт-Петербург. Серебряная медаль в активе Рамазана Дадаева. Пока это все. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин